так ну а пиджачок мы сошьем вот такой веселенький из трикотажа у меня тут идет полоса простроченная какая знаете где я беру ткань захожу в ателье который шьет трикотажные разные изделия у нас в доме раньше было раньше где жила и девчонки мне выносят целую кучу лоску . я с ними договариваюсь конечно не просто выносит пришел и вынесла так что делаем с выкройкой он может быть пиджак длинным может коротким я его сделаю коротким потому что юбка там дальше просто не даст возможность пиджаку лечь либо его заправлять либо делать коротким рукава я тоже сделаю коротенькими вот такой пиджачок с карманами без карманов тут мне видимо не будет сейчас я буду ручку возьму и набираю целую кучу лоску . именно трикотажных и потом из них шью все время я вообще редко покупать стала ткани честно говоря я их просто где-нибудь беру еще у нас открылась вообще люди знают что я шью мне приносят сейчас у нас еще открылась такая классная вещь они шьют диваны кожаные и мне столько принесли кожи это невероятное что-то я теперь чахну над ней сижу как кощей над златом поэтому решила делать ботинки из-за этих как называется сейчас скажу подождите обведу и скажу на колодке ботинки делать потому что кожи очень много у меня теперь я могу творить и творить так вот мы сделали если вам что-то видно конечно хорошо складываем пополам и то же самое как с блузочкой все то же самое делаем спинджачку то есть сначала мы прошиваем сейчас не буду бежать вперед сейчас мы начнем шить я вам скажу что вначале прошиваем так значит вот наш пинджак мы вначале прошиваем сторону переднюю как называется переднюю полу где у нас застежка пойдет дальше горловину то есть сначала левую часть потом горловину потом правую часть сейчас я горловину шью я понимаю что на такой ткани ничего не видно вам но я рассказываю так дальше шьем подшиваем длину рукава которую я совсем даже не наметила не длину рукава подгибку один рукав подогнули и второй рукав опять нитка ушла душа что ты скажешь хочешь быстро получается как всегда так теперь я буду резать чтобы вы что-нибудь поняли в этой пестроте это у нас рукав дальше вырезаем бок низ низ сейчас весь обрежу дальше снова бок и рукав вот мы рукав прострочили с вами и вперед сейчас пойдем строчить дальше так теперь теперь еще вырезать надо период горловину по кругу еще надо утюг включить тут он хорошо так теперь выворачиваем и любуемся красотой как у индейцев наряд пестрый так обязательно 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 вывернуть уголочки все так теперь я включаю утюг вот такая у нас получилась непонятность ну сейчас все станет понятно и шорты превращаются в элегантные это я про свое раскладывание всего был стол теперь утюг сейчас мы про утюжим вот эти вот нам нужно в принципе они сами ложатся эти швы хорошо лучше трикотаж использовать конечно он и ляжет хорошо и на кукле не будет топорщиться и стоять колом пиджачок коротенький ну сейчас посмотрим как это будет выглядеть все так дальше дальше делаем следующие манипуляции нам надо будет с вами прошить боковые швы не хочу я их что-то так шить давайте с вами знаете как сделаем поступим вот так соединим и все это дело прострочим вместе можно если вы хотите сильно попотеть можно это все вот так вывернуть вот так вот и прострочить а чего давайте я тоже с вами попотею в принципе не сильно выворачивать вот так соединили я вам пока показывала оно само соединилось и прострачиваем бачок рукав и снова бачок вот тут надо будет убрать чтобы оно не состратилось вместе тут маленькие деталюхи поэтому аккуратненько так один бок готов ха 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 вот оно и случилось со мной ха 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 вывернуть или возможно много-много много-много возможности я думала оно меня опять ха 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 никак я не привыкну к этим моментам после жилетки своей так вывернулся рукав я думала он опять не вывернется а подшивать низ мы уже будем в принципе можно конечно будет и вывернуть все можно опять через дырочку подлезть а можно просто вот так подвернуть для винтяев и прошить не знаю как лучше сейчас посмотрим ладно сейчас еще один рукав сделаем вот так соединяем все это дело и прошиваем ха 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 х что можно зашить и не вырвать. Так, получилось у нас вот такой маленький пинжачок. Можно было, в принципе, желтенького хватает тут. Оставим, наверное, на этой стороне. Смотрите, по рисунку, где лучше будет рисуночек, та сторона и будет лицевой. Не знаю, тут слишком розовая. Надо посмотреть, на кукле что подойдет. Розовенькая. А тут очень сильно розовенькая у меня. Наверное, вот эту я вот, она у меня ярче даже сторона получилась, чем та. Эту, наверное, оставлю. Да? Ну что, примерим, а потом снизу разберемся. Вообще, можно бы просто обметать его и не подгибать. Трикотаж не сыпется никуда. Можно даже какой-нибудь строчечкой такой красивенькой. Так, сейчас рука, рука, вот где рука. Все мешается. Сейчас руку поймаем. Нет, если мне так неудобно одевать, как их будут одевать дети. Так. Так, трусы я уже, кстати, одела тоже. У нас вся такая получилась веселого цвета. Так. Ну, в принципе, длина хорошая у жакетика. Осталось сделать... А давайте на завязках его сделаем. Кимоно. Вот таких вот. Сюда пришить завязочки. Так, так, чумчу. Будет бантик. И спереди будет бантик висеть. Ну, вот так, в принципе, нормально. Я сейчас обметаю это все. Или же выверну и прострочу на 0,5 мм. И опять через дырочку это все выверну, чтобы у меня тут не было никаких швов. В принципе, он и так хорошо смотрится. такой махонький жакетик красивенький. И пристрочу пристрочу сейчас скажу завязки ленточки. Так. Сняли. Смотрите. Значит, получается у нас что? Берем вот это все дело вот так вот прострачиваем. выворачиваем и прострачиваем. И нам нужно найти дырочку, через которую мы это все выбернем. Где у нас лицо-то? Лицо вот это. Значит, дырочка будет вот здесь у меня. Можно ее сделать вот тут в рукаве. Потом зашить это все потайными стежочками. Будет здорово. Ладно. Я сейчас сначала прошью, потом дырку сделаю. А то она может разлиться. Шьем весь низ одной строчкой. Прямо от начала боковые швы вместе соединяем. И погнали. Будет неудобно чуть-чуть, но ничего. Трикотаж он хорошо такой струящийся, сохраняющий форму с вами. Что такое? Главное не запутаться в лебедях и отсюда выйдет. То есть бока у нас все соединяются. Я вам даже не могу показать, что здесь происходит. Все очень мелко. Нитка еще не едет. Сейчас, подождите. Когда будем выворачивать, разберемся, что пришили. Что и с чем мы сшили. по-моему, я не прошила. Этот рукав мешается прямо. Если у вас ни машинка не подлезет, ручками и такая возможность есть. Но ленточку я буду точно руками пришивать. Очень мне удобно. Так, вот что у меня получилось. Вот такая вот деталь. сейчас нам надо ее вывернуть через дырочку. Дырочку мы сделаем вот здесь. Я чувствую так, что эта дырочка у меня сейчас станет расти, потому что когда начнешь выворачивать, она начнет тянуть. сейчас ювелирная работа попасть в один стежок. Попали? Никак не попали в плану. Так, что мы вообще распорываем? где мы? Где мы? Где мы? Что я сейчас отпорол? Где? Ничего не видать. Вот он. Так, вот такая дырочка получилась. Сейчас мы через нее будем все выворачивать. Нужен пинцет. Интересно, где пинцет. Так, зацепим что-нибудь и вытянем первым делом. если не хотите запутаться, то можно это все ручками сшить потайными стежками. Тут не так много шить, тут просто потом надо все это вывернуть. А когда вы будете шить потайными стежками, то вам выворачивать не надо уже ничего будет, потому что вы аккуратненько все сделаете ручками, а не на машинке, как я. Так, теперь нам осталось рукав найти, в какую сторону его вдеть. ой, какие мелкие детальки, липусники. Так, ну, один рукав вырисовался, следующий в принципе тоже, вот она дырка у меня, дырка оказалась большой, будем зашивать сейчас. Так, она даже пошла сюда. Ладно. Ой, девочки, какая работа ювелирная. Ну, прижать придется утюжком, конечно, придется. так вот, у меня вот тут дырочка, через которую я выворачивала, я ее сейчас буду зашивать. Дружно, весело. Зашьем иголку, получилась толстенькая, с ниточкой, ладно. ну, ну, и вот так вот аккуратненько все зашиваем. Я так разрезала, что у меня даже шовчик, который я шила, распоролся, к сожалению. какая большая дырень образовалась. Сейчас мы ее зашьем, и ничего не будет видно. Еще ли хватило. Гузел завязался. Что ж такое-то? Иголка у меня, конечно, толстенькая, для таких мышечей. Ой, уж меня, извините. Так, все, вот тут сейчас еще протюжу. Так, девочки, вот такой пинжак получился. Я пошла на утюг и пришью сюда завязки. Завязки я пришью прямо вот сюда вот с краешку. И вот сюда можно сюда, вот в принципе куда вам можно посереть их пришить и завязать. Все, красавицы мои. До новых встреч!